Сегодня страна отмечает Лимба-Нуастры. Этот праздник государственный, он всегда был выходным и всегда в его рамках проводились разные мероприятия. Есть еще одно всегда. За эти годы к нему было неоднозначное отношение. Первоначально он назывался Лимба-Нуастры-Ча-Румыны. В 1994 году праздник переименовали, назвав Лимба-Нуастры. Но до сих пор каждый гражданин Молдовы вкладывает свой смысл и в его название, и в его суть. Так что же сегодня мы празднуем? Какой смысл вкладываем в это действие? А главное, как это сказывается на жизни всего молдавского общества? Нас всех молдаван и русских, румын и украинцев, евреев и гагаузов, болгар и еще многих-многих других. Так вот разобраться в этом, я полагаю, уже дело принципа. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте! И сегодня беседовать на эту тему я буду с моими уважаемыми гостями. Сейчас я вам их представлю. Ольга Гончарова, председатель Ассамблеи народов Молдовы. Добрый вечер! Добрый вечер! Михаил Сидоров, руководитель Центра при Координационном Совете Российских Соотечественников. И вам здравствуйте! Здравствуйте! Анна Гуцу, первый вице-председатель партии национального единства. И вам здравствуйте! Здравствуйте! Итак, я думаю, что из моей подводки вам понятна тема и понятны те вопросы, которые я предлагаю сегодня обсудить. Потому что на самом деле они существуют, они витают в воздухе и они требуют своих ответов. Давайте вначале определимся, какой праздник празднуете вы и какой смысл вы в него вкладываете. Госпожа Гончарова, какой праздник сегодня празднуете вы? Ну, вы знаете, трудно сказать, что для меня это праздник вообще. Я очень уважаю День родного языка, который отмечается Организацией Объединенных Наций. И, в общем-то, для меня, если сказать праздник, то, наверное, это день больше. Это День родного языка для меня. Я бы считала, что в названии праздника или дня для меня более приемлема строчка из гимна, которая звучит «Лимба нуастры о комар». Вот я бы как бы так ее воспринимала. Больше того, для меня это день, когда представители различных национальностей могут больше внимания уделить своему родному языку. Вот так, своему родному языку. Я воспринимаю это так. И в бытность, скажу, генерального директора Бюро международных отношений, именно в этот день мы делали День театра, когда различные театральные коллективы, причем это был и Луча Ферл, и творческий коллектив, и Староклия, и Кедем, то есть это были профессионально, совсем профессиональные театры, которые только становились на путь своего развития. Вот мы делали такой, как фестиваль театров, и они представляли спектакли на своих родных языках. Это было очень здорово, потому что мы раздавали всем зрителям краткое содержание на государственном языке. И как бы, с одной стороны, это была такая обучающая ролевая игра, когда можно было почитать содержание на государственном, и в то же время спектакли шли на своем родном. Для меня это такое восприятие, это праздник родного языка. Спасибо. Да, Анна Гуцу, вы что сегодня празднуете? Вы знаете, в условиях Республики Молдова, которая объявила о своей независимости в 1991 году, мы все прекрасно знаем, что все это национальное движение за национальную эмансипацию имело изначально лингвистический вопрос, потому что в 1989 году... Только не эмансипацию, наверное. Эмансипация. Не, почему. Я использую этот термин, он социополитический термин. Хорошо. Вполне приемлемый. И в 1989 году тогдашний Верховный Совет, он принял закон о функционировании языков. И в те времена молдавский язык вернулся в свое натуральное облачение, латинский алфавит. С этим все связано, понимаете? Поэтому 31 августа, прежде чего мы должны спрашивать себя, что мы празднуем, давайте вернемся назад, посмотрим, что тогда случилось. Вот этот праздник был декларирован тогда, когда молдавский язык в те времена так называемые вернулся к своему латинскому алфавиту. И правильно было бы, чтобы этот праздник так бы продолжал называться Лимбонастер Чарумына. Потому что сегодня дискутировать о том, как правильно называть язык, для меня как лингвиста, это просто несерьезно. Никто не признает существование молдавского языка. Молдавский язык в том понимании, которое он здесь существует в Республике Молдова, воспринимаемый одной частью общества, это вообще глотополитическое воспринимание, а ни в коем случае не лингвистическое. Поэтому сегодня мы празднуем День румынского языка. День языка, который долгое время здесь, на территории Республики Молдова, не был у себя дома. Мы знаем прекрасно, что в советское время не было молдавских садиков, молдавских школ. Я сама выучила русский язык в пять лет за два месяца в русском садике детском, потому что некуда было ходить. Родители не могли меня отдать в молдавский садик. Я читала очень много на русском языке, понимаете? И, конечно, те меньшинства, которые проживают сегодня здесь, на территории Республики Молдова, это хорошо, что они празднуют свой родной язык. Но, как говорила госпожа Гончарова, ООН имеет определенный день родного языка. ООН? В территориях бывшего Советского Союза, которые находятся на границе между какими-то мирами. Очень трудно языку латинского происхождения выжить. Поэтому сегодня праздник Лимбана Астрича Румына, наш румынский язык, это еще является праздник борьбы за утверждение этого языка на своей территории. Госпожа Гоцу празднует праздник румынского языка. Господин Сидоров, а вы отмечаете что-то сегодня? Вы знаете, вот госпожа Гоцу мне напомнила событие 89-го года. Я с 87-го года стал работать после Верховного суда в аппарате Президиума Верховного совета в юридическом отделе. И начиная с 88-го года, я помню вот эту эпопею с разработкой закона о статусе языка, о языковой политике вернее. И помню прекрасно событие 31-го августа, заседание Верховного совета, это в здании сегодняшнего оперного театра происходило. И я помню политизацию вот той обстановки, которая происходила. Кстати говоря, 1-го числа, вернее, я прошу извинения, 31-го числа, 31-го августа был принят закон о возврате латинской графики и придании статуса государственному молдавскому языку. Это было внесено изменение в тогдашнюю Конституцию, в 78-го появилась статья 70-я прим. А уже в тот же день, на той же сессии, но после полуночи, 1-го сентября, был принят закон о функционировании языков. Я прекрасно помню, что перед оперным театром стояла достаточно внушительная группа людей с плакатом уже на латинице «Греве», требовали признания языка государственными. В то же время из Террасполя, из Бендера звонили, что такие же многочисленные манифестации происходят там, в тех городах. То есть с первого дня своего существования, к сожалению большому, это нужно признать большим сожалению, закон о функционировании языков принял очень жесткую политическую такую окраску. И она, к большому сожалению, на сегодняшний день продолжает оставаться, потому что события, в общем-то, развиваются в таком плане, что я могу понять сторонников, а у нас очень много сторонников, я так вижу, по общению молдавского языка, названия молдавского языка. Наверное, такая же большая группа, особенно молодежи, предание, вернее, признание румынского языка. Мы видим решение Конституционного суда. Мне как юристу не совсем понятно, не есть определенные вопросы к этим документам. Но в то же время это действительно праздник языка. Мы не можем уйти от событий 28-летней давности. Какого языка? Вы празднуете, как Ольга Игоревна, праздник всех языков, всех национальностей, проживающих на территории Республики Молдова? Вы знаете, я считаю, что у нас, в нашей стране, в Республике Молдова, мы имеем больше оснований для того, чтобы празднивать День языков, функционирующий на территории страны. Потому что страна многоязычная, страна полиэтническая. И, что греха таить, мы на сегодняшний день имели законодательство, которое закрепляло во многих позициях многоязычие, в том числе и русский, русско-молдавский билингвизм. Но в последние годы делается очень много для того, чтобы эту ситуацию изменить. Я благодарю вас. В дальнейшем предлагаю, это был ответ на первый вопрос, как правило, всегда эти ответы самые пространные. Давайте пытаться отвечать более компактно, чтобы мы могли предоставить всем возможность высказаться в этой беседе. Поняла. Интересные у вас точки зрения. Это подтверждает то, что я сказала в самом начале программы, что очень разные отношения к этому празднику. Но на самом деле, смотрите, от Советского Союза отделилось множество стран, мы помним, но вот так болезненно, вот именно языковой вопрос, как в Молдове, не чувствовался, пожалуй, ну, я не знаю, может, еще в одной-двух странах. В странах Балтии то же самое, на Украине тоже. Были такие моменты, да, но у нас до сих пор. В странах Балтии, там уже после 90-го года, там, особенно Эстонию, я вот хочу привести в пример, там была одна тенденция, сейчас тенденция несколько другая, в том числе по отношению к русскому языку, вы не можете об этом не знать. Там раньше было снятие с программ обучения обязательного, и потом все-таки ситуация стала коренным образом меняться. Но если мы даже не согласны, хорошо, тогда вопрос я поставлю так. Почему вот так болезненно в Молдове? Именно языковой вопрос. Потому что вопрос сам по себе изначально политизируется, но ведь прошло не одно поколение политиков за это время, но у нас все время, все время стоит этот вопрос. Более того, мы так и не решили, какой язык у нас является государственным. Это для вас, румынские. Но если вина доля населения, которая точно так же, как вы, убеждены, что этот язык молдавский. Почему у нас все вот так вот, Ольга Игоревна? Вы знаете, я думаю, вы привели еще пример Эстонию. Я думаю, что отсутствие стержня какого-то базового в понимании очень многих вопросов. Конечно, у нас вопрос лингвистический был не просто поставлен очень остро. Вот госпожа Гудсу привела пример, что в Советском Союзе детских садиков не было. Я не могу сказать про детские садики. Я могу сказать, что на факультете иностранных языков, где я занималась, у нас группа с русским языком обучения было 10 человек, а группа с молдавским языком обучения было 35. Да, но дисциплины велись на русском языке, в молдавской группе. Дисциплины абсолютно велись на молдавском языке. Не знаю, что, зарубежная литература, всякая философия. Ну, вы знаете, нужно было дать специалистов, которые могли читать на молдавском языке, и они бы читали. В молдавских группах у нас все дисциплины, за исключением, может быть, зарубежной литературы, у нас действительно читалось, потому что у нас были специалисты супер, но они были из Ленинградского педагогического университета Герцена, и, соответственно, не читали. А так группы, английский язык, немецкий язык, все базовые дисциплины, они все преподавались на молдавском языке. Поэтому, как бы говорить о том, что в Советском Союзе не было преподавания на молдавском, это немножко некорректно. Наверное, из-за этого было и такое непонимание ситуации всеми остальными гражданами, кроме какой-то определенной группы интеллигенции. Я думаю, что вопрос заключается в том, что у нас, к сожалению, язык, причем и русский, и молдавский, из области лингвистики, был автоматически переведен в разряд политики. И до сих пор он шельмоется, особенно перед выборами. И вот когда... Это первое. Второе. Никогда невозможно заставить изучать язык. Всегда должна быть мотивация. И эта мотивация достаточно грубо была, так сказать, срезана в начале 90-х. Когда... Я не говорю о политических лозунгах, чемодан в вокзал, за Днестр, в Днестр и так далее. Просто идея о том, что вы все равно выучите этот язык. А так как вы его сейчас не знаете, валите все отсюда с должностей, со всего остального, и мы вас заменим. И вот этот своеобразный такой негатив, который был посыл, отсюда пошло и соответствующее, и какое-то отношение. А чего? Хотя на сегодняшний день, когда говорят о том, что русскоязычное население не знает языка, это совершенно неправда. Потому что я всегда спрашиваю все наши IPP, все наши организации, которые занимаются социологическими вопросами. а вы вообще опрашивали население уровень знания языка? Знаете, Ольга Игоревна, знание и применение, на мой взгляд, это все-таки, как бы вам сказать, это разные вещи. Вот я, например, как понимаю, справедливость, у нас функционирование языков в республике Молдова. Вот когда ко мне человек обращается, на молдавском, на румынском, для вас, госпожа Гуцу, я никогда ему не скажу, переходите, пожалуйста, на русский. Он говорит, 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 я его внимательно выслушаю, я действительно понимаю, я ему отвечу по-русски. И я считаю, что это нормально. Но тот человек, с которым я беседую, вот он непременно требует, чтобы я переходила с ним, значит, говорить. Может, он не понимает, что зависит от ситуации. Нет, ну вот, понимаете, то есть, получается, я понимаю так равноправие, каждый говорит, на каком он считает нужном языке. Ведь у нас все-таки русский язык из сферы общения не ушел, да? У нас подавляющее число населения все-таки понимает, говорит. Так? Вот вы как это понимаете? Ну, вы знаете, иногда говорят, что настоящий билингвизм, это когда я говорю, предположим, по-молдавски, мне отвечают по-русски. Или наоборот. Это неправда. Настоящий билингвизм, это когда говорящий знает одинаково хорошо оба языка. Совершенно верно. Как бы другой, у нас, что у нас неприятного? Я тогда добавлю, не настаивать, чтобы сописедник непременно говорил нам одно мисс. Здесь вопрос в чем? Здесь у нас в процесс изучения языка, вы знаете, вот мы в одно утро проснулись не в Советском Союзе, мы проснулись в независимом государстве под названием Республика Молдова. И мое мнение, я это могу сказать, потому что я это сказала господину Снегуру непосредственно, то есть это я не говорю за спиной. Мое мнение было, что должна была местная интеллигенция, которая в это время вот она организовалась в Народный фронт, наш президент, они должны были сделать обращение ко всему народу и сказать о том, что да, так оно вот получилось, что на сегодняшний день половина населения, может быть, не знает молдавского языка. Давайте мы берем время, год, полгода, три года, за то время, за когда мы будем все учить язык, как один из компонентов принадлежности молдавской государственности. Вот и все. Я думаю, что с самого начала в Республике Молдова, после объявления независимости, была допущена ошибка, которую сегодня очень тяжело исправить. Мы нуждались в департаменте политических, извините, лингвистических политик, или лингвистической политики, правильно, на русском, в единственном числе. Этого не существовало. Сейчас говорят политики. Даже самой лингвистической политики у нас в Республике Молдова не существовало. Понимаете? И я считаю, что из-за отсутствия вот этого департамента, кстати, я его предложила в 2009 году, не было воспринято это, потому что можно винить и тех, кто были изначально у власти, и так далее. Надо было создать условия, чтобы нацменьшинства изучали румынский язык. Я была молодым преподавателем, у меня было 5 групп в городе. Я бегала в разные институции, в разные учреждения, чтобы обучать людей румынскому языку. Понимаете? Это бы как бы моя лепта простого преподавателя, чтобы попытаться что-то сделать. Но это не было как бы политикой на уровне государства. И за 26 лет, из-за отсутствия вот этой политики, сегодня мы вот пытаемся что-то объяснить, переиграть историю, надо было какая-то декларация. Нет-нет, отсутствовали вот эти политики. Кстати, вот я, наша, кстати, законодательство лингвистическое, тот же закон 1989 года, который для меня сегодня, для меня, лично для меня как лингвиста, он очень устарелый, совершенно устарелый закон. И там русский язык имеет статус официального государственного языка, потому что это придает ему. он говорит, да, нужно официальный язык, русский язык является официальным, благодаря этому закону, понимаете? Но как воспринимают нацменьшинство билингвизм? Они воспринимают так, чтобы русский язык был государственный, но чтобы мы не знали румынского языка. Вот мы говорим на русском. Вы полагаете, до сих пор такое? есть такое понимание, понимаете, билингвизма. И это некорректно, с моей точки зрения. Я наоборот знаю, что очень многие стремятся отдать своего ребенка еще в молдавский садик. Это очень хорошо. Да, понимаете? Это очень хорошо, потому что ребенок, как губка, он в 5 до 5 лет, он может осилить 3, даже 4 языка, если с ним одновременно говорить на этих языках. И практика это... То есть вы согласны, что это не принимают такие формы, как вы сейчас говорите? Какие формы? Ну вот вы сейчас говорите по поводу того, что вот в изучении языков, вот я с вами сейчас спорю. Нет, но это не политика, это уже на уровне семей, семьи решает, куда и когда отдавать ребенка, чтобы он изучал языки. Я имею в виду политика, на уровне... но люди хотят знать язык. Теперь давайте вернемся... Вы говорите, что это не так. Нет, может быть мы недопоняли друг друга. На уровне школ, например, вот у нас есть школы с полным обучением на русском языке. Да. Которые вы, кстати, предлагали финансировать не из госбюджета. Это неправильно, это была манипуляция господина Петкова через Омегу. У меня есть видео, могу это доказать. То есть не предлагали? Я не предлагала. Я привела пример Кроации, Хорватии, где нацменьшинство, если хотят изучать на родных языках, они ходят только в частные школы. А в Хорватии проживает 140 представителей нацменьшинства. Ну сейчас скажите, вы все услышивание, что вы за это не ратуете. Вы за то, чтобы... Я не ратую. Я говорю о том, чтобы из госбюджета нахерировались русские школы. Наше законодательство это и делает. Но какова судьба ученика этой русской школы, когда он заканчивает бакалавр, и он знает только русский язык, английский знает хорошо, может быть, французский, еще какие-то иностранные языки. Но вот румынского языка, языка этой страны, он не знает. Я понимаю, может быть, он связывает свою судьбу, он уйдет куда-то в Америку, в Россию. Но не знать языка страны, в которой ты живешь, даже если ты не любишь эту страну, не любишь этот язык, не любишь этот народ и так далее, это в первую очередь большое неудобство, чтобы не сказать иначе. Понимаете? Я не думаю, что дело обстоит таким образом. Я предлагаю предоставить слово господину Сидорову. Вы знаете, я уже истомился. Да, я вижу, что вы истомитесь. Если зашел разговор об любви к Отечеству, то надо эту любовь заставить, чтобы она реально существовала. Я имею в виду тех, кто заставляет любить Отечество. Но, как мы знаем, любовь... Простите, мы тебя научим Родину любить. Я не сказал так. Любовь – это чувство взаимное. Это чувство взаимное. Я вот что хотел бы отметить и полагаю, что нужно вернуться действительно, опять же, к закону о функционировании языков. Госпожа Гуцов совершенно правильно подметил этот закон, который, в принципе, должен удовлетворять и положение русского и других языков. Потому что он так составлен. Мы же ведь не зря тогда... Я принимал определенное участие в разработке этого нормативного акта и хорошо помню, что мы действительно должны были сохранить ситуацию, которая существовала тогда. Мы что, должны были запретить русский язык, мы что, должны были запретить другие языки, функционирующие на территории республики и оставить один государственный язык. И так мы имели ситуацию, о которой я сказал. Давайте вспомним, что она была именно детонатором, которая расколола тогда общество. Тогда произошло то, что произошло. А почему это произошло? Когда был принят закон, мы все забыли, что было принято одновременно и постановление о порядке введения в действие этого закона, которое предполагало, что на правобережье части Днестра, то есть вот сегодняшней на территории исповеди Молдова, переходный период четыре года. Четыре года, после которых можно ставить вопрос о знании языка при исполнении служебных обязанностей. А на территории Левобележья шесть лет. А что произошло реально? Буквально на второй день, не будем называть руководство того времени, чтобы не делать лишнюю, так скажем, пропаганду или рекламу кому-то, было принято решение о введении фактически закона именно с того дня. И вот получилось то, что получилось. Мы помним, как люди были вынуждены оставлять места работы, как их, проведя реорганизацию органов исполнительной власти, просто увольняли из-за незнания языка. И я совершенно согласен с вами, госпожа Гуцю, что вы сказали о том, что вы участвовали в том числе и в процессе обучения языку. И очень активно русскоязычное население, национальное меньшинство включились в этот процесс. Но потом оказалось, что это совершенно не нужно никому. И второй момент, очень важный. То есть вы считаете, что карьерным каким-то устремлением, простое знание языка, мотивации не было. Нет, дорогие мои, что такое карьерное устремление? Это нормальная ситуация с любым человеком, который находится в системе органов, государственной власти, управления, медицины, образования. Человек должен расти. Я хуже скажу, на сегодняшний день, и это признают европейские эксперты, знание языка, не знание, вернее, языка, не является препятствием для занятия. Не должно являться препятствием. Не должно, совершенно правильно. Для какого занятия? Для занятия прежде всего должности в системе органов языка. Спросите француза, немца, если кто-то не знает государственного языка. У нас люди, владеющие государственным языком, но не относящие титульные нации, к сожалению, сегодня сделать карьеру не могут. Не в органах исполнительной власти, не в судебных инстанциях, не в органах прокуратуры. Об этом нам уже говорят международные организации, что у нас создан фактически мононациональный государственный аппарат. А можете привести пример документа международного, который так говорит? Да, это мониторинг, я вам даже могу переслать на имейл. Какая организация? Это Верховный комиссариат по правам человека. Ольга Игоревна, давайте предмет. Я задан вопрос, что по имейлу вы мне скидете. Я вам скидываю последний мониторинг. Четвертое мнение комитета министров Совета Европы по докладу Республики Молдова в выполнении рамочной конвенции. Мы, слава богу, уже четвертый раз отчитались. И впервые комитет ООН по правам человека в марте этого месяца рассмотрел доклад специального докладчика ООН по правам национальных меньшинств, который побывал в нашей республике в прошлом году. Которая прямо в рекомендациях указала предоставить возможность национальным меньшинствам быть представленных органов власти. Так я не представлю, у нас депутаты, которые не знают законодательные и в отношении депутатов. Вся документация переводится на русский язык. В кабине сидят переводчики. А я бы хотела как бы в Нелвете, в Швейцарии. В Швейцарии в федеральном парламенте, где три официальных языка, итальянский, французский, немецкий. И депутаты знают только свойзы, каждый встает и говорит на своем языке, остальные ничего не понимают, потому что перевод не обеспечивается, это все-таки за это деньги надо платить. Вот таким образом, то есть депутат себе, депутат как бы ответственен за то, что он хочет быть депутатом, но он не знает государственного языка и он как бы Ольга Игоревна, одну минуту и я задам вопрос, потому что мы же как в Швейцарии, Не, 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 секундочку, здесь очень большая разница, госпожа Гуцу, между есть очень большая разница между исполнительной и законодательной властью, исполнительную власть иду по спискам. Давайте вам вынесли из этого. Если возможно, я сейчас в продолжении темы, немножечко, чуть-чуть так, чтобы у нас страсти чуть-чуть поутихли, я задам вам вот какой вопрос, он на устах последние две недели у всех практически, и заключается он в том, понимаете, что правовые политические силы, они уже, понятное дело, что они не могут разобраться, какой язык румынский или молдавский, это у нас, по-моему, тема будет вечно, но возник вопрос, как говорить по-русски правильно. Я имею в виду, сейчас поясню, Координационный совет все время вот у них есть претензии, чтобы Кишинев говорили только Кишинел, они пишут большие письма к нам тоже на телеканал, вот они говорят, так вот нужно говорить Кишинел, нужно говорить Кахул, там, ну не знаю, Григора и Ука, понимаете? То есть, нет, ну вот, вот, нет, ну вот, вы согласны с этим, с этой трактовкой, госпожа Гудсу? Ведь мы же не говорим Москва, мы говорим Москова, и Лондона, потому что румынский, да, ну, орфография румынского языка, так же, как и французского, она требует адаптации, произношения и правописания этих названий. Не, ну сложились же этот город Кишинел сколько лет при этой орфографии, по-русски всю жизнь мы им говорили так и говорили. Кишинел. Я бы не была так претенциозна к этому, знаете, почему? Потому что, исходя из правил румынского языка или французского языка, или английского языка, который тянет на себя, на свою лингвистическую реальность, так же и русский язык может тянуть. То есть штрафовать надо, если они так говорят. Вот вы говорите, так правило, такие, координационный совет, вот он пишет, что мы должны выполнять. Да, там не попроси даже Кишиневец. Может быть, не Кишиневец, а я из Кишинел. Из Кишинел. То есть, понимаете, ну вот я вам объясняю. То есть, понимаете, в чем проблема? Русскоязычные стали забили тревогу, что нам уже стали говорить, как нам по-русски говорить. Не то, что по-румынски, а как по-русски. Так же, как и румынцы не должны учить русских, как говорить по-русски. Так же и русские не должны учить нас, на каком языке мы говорим и как он правильно называется. На каком языке, я думаю, этот вопрос нужно решать в пределах республики Молдова? Нет, он уже решен. Нет, нет, нет. Он решен на научном уровне. Для вас он решен. Давайте насадимся. Для вас персонально он решен. Но вот вы знаете, все это не так безобидно. Сейчас попрошу режиссера показать вам определенные кадры. Мне просто интересно, узнаете ли вы ту персону, которая, собственно говоря, изображена на определенном барельефе. Я прошу, сейчас запускайте, пожалуйста, вот чтобы мы посмотрели. И мне интересно вот ваше мнение. Вы как в этой интерпретации сможете определить сразу или нет? Пожалуйста. Ну это лифт, тихо-тихо-тихо. Я прошу прочитать. Давайте посмотрим. Госпожа Гудзу, вам известен вот этот персонал? Я не знаю. Мне трудно сказать. Трудно сказать. Если бы это были портреты, а не скульптура, потому что они... Это барельеф. Это барельеф. Я сказала, да. Вот понимаете, в чем вся ситуация? Что вот эта вот трактовка, она касается не только языка. Видите, вот вы образованная женщина. И мне было интересно... По-моему, это несравнимые вещи, Людмила. Позвольте, я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот вы образованная женщина. Понимаете, когда берутся интерпретировать те, кто в этом деле не совсем сведущ, а вот его раскрасили не так давно, да, наши муниципальные лаги. Вы понимаете? То есть вот у нас все делается так, как в языке, так вот и здесь. И вот все пройдут мимо, а никто Толстого не узнает. Мы можем посмотреть, как его фотография реально выглядят. Вот сейчас режиссер позволит. Мы точно так же эту картинку увидим. Но это прецедент. У нас, понимаете, все делается именно так. Я не знаю, если сравнение адекватное в данном случае, потому что... Ну как неадекватное? Там знают, как говорить по-русски. Интерпретация... Теперь знают, как выглядит Лев Николаевич Толстой. Это, кстати, уронно. Интерпретировать название языка просто запрещено. Если мы будем спрашивать у каждого, правильно ли, что надо делать в химиотерапии для того, чтобы излечить рак. Вот мы выведем на референдум этот вопрос. Мы не знаем, какой будет результат. Потому что люди начнут думать, надо ли или не надо. А вот тут так и так. Или надо ли ввести заново высшую... Меру наказания. Я вас уверяю, что наши граждане Республики Молдова и не только Республики Молдова, но и других странах, они ответят, да, мы за высшую меру наказания. А если мы это введем, извините, Москва... То есть вы к тому, что говорить народ не так важны. Нет, научная проблема нельзя выводить. А, то есть народ не в состоянии у нас мыслить и ему объяснить нельзя. Нет, не то, что не в состоянии, он некомпетентен. Я вам не раз говорила, да, вы не очень высокое мнение. Он некомпетентен. Давайте говорить о том, что референдумы были очень популярными мерами советования при Гитлере и Муссолине, да? Они очень часто делали референдумы. Ну почему же? Деголь тоже любил референдумы. Ну даже Швейцария очень активная. Да, ваши любимые, краны, Швейцария, у которой 900 лет истории федерализации. Так вот будем брать наоборот пример. Нужно равняться на лучшее. Мощнейшее государство, полиязычное. Нам надо еще 2000 лет, чтобы достать государство. Уважаемые господа гости, давайте вот так вот, я задам вопрос. Сейчас, да, языки, у нас множество языков, у нас множество этносов, проживающих на территории республики Молдова. Кстати, сколько? Вот. Да, я могу сказать, 120 этнических групп. Спасибо, Ольга Игоревна. Я хочу задать другой вопрос. Это наше богатство, полилингвизм, либо наша проблема? Вот знаете, вот все вот эти 100 с чем-то, вот каждый хочет, чтобы его родной язык, чтобы его уважали. Точно так же, как вы говорите, пусть уважают румынский. Я не знаю. А вот как вы считаете, Россия это богатая страна, там проживает около 150, сильно больше этносов, представителей нацмешинств. А существует ли где-то в России школы на румынском языке, где у нас есть? На вопрос отвечать не очень вежливо. Нет, почему? Ну вот мне интересно, это богатство или проблема? А в Швеции, где 140 представителей нацмешинств, там единственный официальный язык, это шведский язык, и без знания шведского языка вы не можете ни учиться, ни работать, абсолютно ничего. Можно только одну фразу, богатство или проблема? Для меня лично это богатство, потому что я знаю более семи языков. То есть не для вас, две страны, это наше богатство? Это богатство, когда существует межкультурный диалог, и когда я и другие, как я, способны выучить русский язык, понимать болгарский язык, украинский язык. То есть для страны это богатство? Хорошо, что у нас там нет. Для граждан должно быть богатство. То есть, к сожалению, социальный менталитет у нас было очень не для вас, и мы до этого не дошли. Я поняла, для вас это как? Ну, естественно, это богатство. Если мы еще говорим о том, что мы хотим, так сказать, выбрали курс на европейское развитие, то, несмотря на слова госпожи Меркель о том, что политика мультикультуризма получила провал в Европе, тем не менее, немножко политика мультикультуризма там и мультикультурное пространство у нас, это немножко две разные вещи. Поэтому, по большому счету, то, что мы всегда говорим национальное меньшинство, национальное меньшинство, а не какое-то не национальное меньшинство. Это те самые башти наши, чьи... Я, например, Кишиневка в пятом поколении. И то, что строилось в Молдове, то, что происходило, это делали и мои предки. И поэтому рассказывать мне, что меня хотят интегрировать, да я сама кого угодно проинтегрирую. И вопрос тот, о чем говорила госпожа Гуцу, вот дети заканчивают школу с русским языком обучения, и что им потом делать? А ничего они потом не делать. У меня дочка закончила школу с русским языком обучения, пошла в группу с румынским языком обучения, прекрасно закончила факультет и работала в Министерстве иностранных дел. Не потому, что я где-то работала, а потому, что такого сотрудника, как она, нужно еще поискать. А сейчас работает в Комитете региона в Брюсселе. И каждый волен себе выбирать тот язык, на котором он хочет обучаться. И политика, которую, вы говорите, не проводится в Республике Молдова. Она проводилась еще с 90-х годов. И именно те структуры, которые нас монетаризируют, и UNDP, и Верховный комиссар по национальным меньшинствам, система ОБСЕ, все было направлено на то, что они финансировали, к сожалению, те проекты по изучению государственному языку, которые проходили у нас в рамках и в Гагаузии, и в Тараклии, и в Бельцах. И на сегодняшний день говорить о том, что политика как таковая не проводилась. Извините меня, а зачем вообще тогда существует госпожа Дубровяну со своим институтом при Академии наук? Почему у нас вообще существует Академия наук, но уже не существует? Вопрос правильный. Тогда, если настолько все ясно и понятно, так давайте озвучьте. Мне лично, я вам честно говорю, какой язык, на каком языке говорят представители молдаван или румын, это, так сказать, вы должны выяснить между собой. Я знаю, что у меня мой родной язык родной русский. И я считаю, богатство... Мы не говорим никогда о том, что 120 этнических групп должны получить и образование на родном языке и так далее. Мы говорим о том... А вы знаете, что проблема с курикулярной точки зрения именно так сегодня стоит? Извините, что у вас... Она не может быть. Вы вам почему? Знаете, почему? Например, гаузский ученик, да? Вот смотрите, он изучает, ему дается право изучать на родном языке, это тюркский язык плюс алфавит специфический. Далее, он должен изучать румынский язык, поскольку это государственный, это второй язык. Он учит на русском языке, потому что он выбирает русский язык, как язык обучения. И потом еще два иностранных языка. Что мы делаем с этим? Ну, один раз друг. Вы только что сказали, что дети, что дети это губки. Они не теряются. Я вас удивляю, потому что... Потому что на гаузском языке у них идет ряд предметов базовых, которые нужны. Остальные у них идут и на молдавском, и на русском. Есть студенты на гаузском, которые не знают нормально, ни свой язык, ни русский. Нет, все прекрасно все знают, все прекрасно владеют языком. А в отношении того, кто как знает, вот мы все время говорим, представители немажоритарных этнических групп, они не знают, не знают. Три дня назад прошел диктант. Три дня назад прошел диктант. Один человек написал, без ошибок. Что человек писал этот диктант носители родного языка молдавского, румынского. Из них один человек написал на десятку, шесть на восьмерку, все остальные на седьмерку. Что вы думаете, что во Франции или в Германии другие результаты? А я не знаю. А я думаю, что вы можете сами выучить свой язык, так какого ряда вы начинаете давить на всех остальных. Я единственное покажу. Господин Сидоров, я пытаюсь, я пытаюсь, я пытаюсь, я не очень жаль. В боксе есть такое брэк. Брэк, что вы... А я говорю на языке. Вопросы в этом. Вопрос в том, что вы сейчас все делаете с любовью. Произнесли фразу, которую я не произнесла. Ну, я единственное могу сказать, что все нужно делать с любовью. Давайте мы успокоимся, вернемся в русло, так скажем. Один язык, когда в него любви. Давайте поговорим о любви, Господин Сидоров. Да, любви к языкам. Я хочу сказать, что я согласен с уважаемыми дамами, что действительно наша страна многонациональная, поликультурная. Мы этим должны гордиться. И это все подчеркивают. Нам это нравится. И это так должно быть. И тут даже по вопросу языка, мне кажется, что мы в какой-то степени вынуждены полиглоты. Мы не можем жить в этой стране полноценной жизнью, зная только один язык. Это естественно, это понятно. Тем более в таком регионе европейском тут разговора нет. Но мне думается, что вот в этой ситуации мы должны не искоренять то, что у нас есть, а развивать и продолжать. То есть русский язык из факультативных, третьим иностранным, как планируется через год. Ну это в Молдавский школу. Вернут в обязательное решение. Нет, он по выбору. Нет, он в кодексе идет на выбор третьим. Ну по выбору мы знаем. Английский, французский. В силу возможностей образовательной системы. Ученицы будут выбирать два. И они выберут тот, который им нравится. Английский, русский, французский, русский. Ну если бы этому не мешало министерство просвещения. Не мешает. Ну дай бог. В факультете, как раз выбирают русский. Да, я знаю. Я знаю цифры. Статистика как раз говорит, из 900 предложений 800 при выбрали. В прибалтийских странах, кстати, то же самое, потому что там туризм. В Эстонии, да. На сегодняшний день иностранный язык, который выбирают, это русский очень многих. Особенно вида вырума, это восточные регионы, гранича с Россией, потому что туризм. Но у нас ситуация с точностью наоборот. Потому что у нас все делает из-за того, чтобы вот этот билингвизм, его не было. А установление монополии только одного языка, это путь в никуда. То есть вы считаете, что все равно тенденция такая, что у нас идет приоритет государственного, румынского, молдавского? Безусловно. Безусловно. Этому много принят кодекс об образовании два года назад. Русские языки, другие, даже не упоминаются. Принятая стратегия интеграции или укрепления межнациональных отношений, опять же, только один язык имеет приоритет, дальше другие так, через многоточие. Но я напомню об одном очень важном документе, который нам назидательно Европа не требует, а предлагает ратифицировать и принять. Это европейская хартия региональных языков и языков меньшинств. Кстати говоря, Франция это практически единственная страна в Европе, которая не принесет вообще национальных меньшинств. Очень многие страны, члены Совета Европы, не ратифицировали эту хартию, поскольку вы читали эту хартию. Я читал, я читал, я работаю с ней, я участвую во всех консультациях, вот мы с Ольгой Юрьевной в 2006 году были в Стразбурге. Вы понимаете, что эта хартия называется хартия региональных и языков национальных меньшинств. Но вы понимаете, что русский язык у нас, он не миноритарный. Естественно. И он не впадает в эту хартию. Естественно. Он выходит в триампу. Я вам просто пожму сейчас рукой. Нет, получается, что мы его не должны защищать, потому что он уже не нуждается в защите. Нет, нет, нет. Знаете, в чем нуждаются все языки, которые функционируют на территории Республики Молдова? Мне кажется, они нуждаются в уважении. Потому что так как стали коверкать и русские, и по-украински вообще, и гагаузы у них тоже свои проблемы. Вот в этом нуждаются все языки. То, что румынские нуждаются, говорила Ольга Игоревна. У нас мало времени осталось. Буквально два слова. Давайте, ну два. Рекомендует, нам рекомендует ратифицировать хартию и принять обязательства по хартию в отношении восьми языков. Кроме русского, украинский, глагол, болгарский, польский, немецкий. У нас на все нужна политическая воля. Так, так все говорят. А посмотрите, сколько это будет стоить. А вот у нас как раз об этом не говорят. Мы ввести судопроизводство на восьми языках. Нет, нет, нет. Это разная степень защиты языков. Я думаю, такие вопросы давно гутся. Мы финансово не встанем. Вот эти доводы у наших, так скажем, правителей, простым языком, они всегда впереди почему-то идут. Давайте я предлагаю вам так завершить нашу программу. Никогда так не завершала. Вот сейчас хочу вам предложить. Вот смотрите, у нас сегодня лимба на астро. Давайте каждый из вас в знак уважения представителям других национальностей, проживающих на территории Республики Молдова, сегодня в день лимба на астро, прочтите, пожалуйста, любые четверостишья, но не на своем родном языке. Ольга Игоревна, вы не на русском, да? То же самое Михаил Ирионович, и вы не на румынском. Да, на гутся. На каком? На каком хотите. На любом языке? Функционирующим на территории Республики Молдова, не на французском. Не на английском, не на испанском, не на итальянском. Ну, я могу вам сказать, что итальянцы пока не очень являются, как бы сказать, национальным меньшинством в Республике Молдова. С кого начнем? Ольга Игоревна. Ну, наверное, имя несколько. Буду рада. Попробую. 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 нам аша идеи шинам посибилитатище студия сништы версуль кин 2 к на фост еле в я уж тут форте бене и миллион букв циниц менте а фосланой а шаум поэт ам шти утфорте бене ши поездили не поездили да поездили и он креанга ну а стихотворение все таки если можно вы тянете время у нас я не не ну мы хотели все таки чтобы михаил зрел мы поддерживаем поддерживать дом на год я всю передачу говорил на русском языке стихотворение никакую запутаюсь быть вот у меня критиков все что я из выучила язык нацменьшеств всех потому что они между собой говорят на русском вот я к вам что я сказал да как-то ну ну хотя бы вот попытались бы да какие-нибудь две строчки интересные что вы выбрали а может из пушкина может вермонтова понимаете но мы поможем уже не говорите вы мне не поможет вот потому и не хотят люди учить понимаете государственный язык потому что они видят что нет вы как бы здесь тушуетесь не так шучу а закончу у меня тоже есть такое право прочитать какое-то стихотворение да я прошу его на украинском языке тоже классика тарас шевченко лимбанастр на всех языках я кумру то поховайте мене на могиле серед степу широко на украине миле щоб лани широко поле и днепро и круче было видно было чути я криве ревучий вот я была бы рада если бы у нас прозвучало как можно больше языков в этой студии потому что все-таки это здорово когда люди говорят на разных языках друг друга слышат и понимают и понимают благодарю вас за участие за то что вы пришли у нас как всегда интересно поэтому приходите еще будем говорить и на другие темы спасибо вы смотрели программу дело принципа я желаю вам всего самого доброго до свидания а